Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Начнем с темы, которые на этой неделе посвятили сразу несколько материалов. Руководство больницы Горняка пошло-таки на мировую. Собрание с коллективом скорой помощи главный врач медучреждения провела накануне 26 января. Для фельдшеров и водителей это решение оказалось весьма неожиданным. Остается только гадать, надолго ли хватит этого мира, сообщила нам представитель коллектива скорой помощи Анастасия Карпова. Были обговорены наиболевшие вопросы. Нам было сказано, что данные вопросы будут решаться. Через месяц мы снова встречаемся в том же составе, а именно это главный врач, главный экономист, главный бухгалтер, начмед и представители общественных организаций. Получается, для подведения всех итогов, которые были проведены за месяц. Напомним конфликт. Центральная больница Локтевского района назревал долго и в итоге вырвался наружу. Работники давно недовольны убитой техникой, условиями работы и маленькими зарплатами. Событиями в больнице заинтересовалась прокуратура и Краевой Минздрав. Уже были проведены соответствующие проверки. Также на фельдшера Анастасию Карпову объявили персональную охоту, обвинив в некачественном выполнении должностных обязанностей. Они умные, они неравнодушные. И вот фельдшера старшего, Настя Карпова, она подняла эту проблему. Девочки ее поддержали. И не надо их пугать разными репрессиями и разборками. Они поднимают ради всего населения. А мы продолжим следить за событиями в Горняке и расскажем о них в следующих выпусках. А пока продолжу. В Алтайском крае выросло число заболевших корью. Три новых случая выявили на днях. И теперь в регионе в общей сложности уже семь официально зарегистрированных больных корью и 900 людей, которые контактировали с ними. А значит, потенциально могут либо заболеть, либо заразить других. Грозит ли нам эпидемия кори в сюжете Елены Макаренко. География кори расширилась. Еще по одному случаю добавилось в Барнауле и Тальменском районе. Одного заболевшего зарегистрировали в Михайловском. Причем в последнем случае человек привез заразу из другого региона. Из семи в общей сложности заболевших – полуторагодовалый ребенок и шестеро взрослых. Новые выявленные в данный момент уже в больницах, а первых четверых на этой неделе из стационаров выписали. Основная мера профилактики – это вакцинация. То есть мы с вами, как уже говорилось, должны были привиты быть в детстве. То есть мы должны были получить в детстве прививку двукратно в один год и в шесть лет. Те, которые у нас в детстве, ну или не знали, или не были по каким-то причинам, привиты, взрослые прививаются до 35 лет. И отдельные категории групп риска профессионального – это медицинские работники, работники образования и социальных учреждений – прививаются до 55 лет. За последние 10 дней число тех, кто пересекался с больными корью, выросло на пять сотен. И теперь контактных официально уже 900, но, возможно, их еще больше. Установить это сложно, поскольку барнаульцы, к примеру, по-прежнему не жалуют теплым приемам медиков, которые обходят квартиры, чтобы установить контактных. Так, в городе сейчас специалисты пытаются обойти многоэтажку на улице Сергея Семенова, где выявили новый случай кори. Но и здесь, как и в доме на Усково, медиков неохотно пускают в квартиры. В Роспотребнадзоре настоятельно призывают горожан изменить поведение. Не хотят люди контактировать с медицинским работником. Никаких ограничений для просто контактных по коре нет. Если он не привит, его прививают, и он дальше продолжает свою жизнь. Но он находится под меднаблюдением. Медицинские работники 21 день его каждый день опрашивают, осматривают. И если он сам это увидел, он должен сразу сказать, у меня сегодня произошло то-то-то. В Роспотребнадзоре признают, что этой зимой кори распространилась шире, чем в годы последних ее вспышек. В 2015, 2018 и 2019. Так, если обобщить данные четырех сибирских регионов, то получается уже больше 70 случаев заболеваний. Однако эпидемию кори в Сибири, и в частности нашем крае, специалисты пока не прогнозируют. Говорят, делают все возможное для быстрой ликвидации очагов. Но развитие ситуации, подчеркивают сотрудники ведомства, во многом зависит от сознательности населения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. Черные осенизаторы захватили городские земли. Ежедневно они сливают нечистоты, которые потом могут попасть в воду и вызвать эпидемии. Наш телеканал обнаружил целое фекальное озеро в индустриальном районе. В этом месте съемочная группа «Толка» устроила своеобразную облаву, чтобы посмотреть осенизаторам в глаза. Передаю слово Ирине Корчагиной. Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? Они не раз в воду скачали. Да как раз? Вы ездите здесь постоянно. Доказательства, от которых еще и сходит пар. Так в индустриальном районе ловят черных осенизаторов. У жителей ближайших поселков уже появился новый водоем. Озеро Фекальное. И оно, как заколдованное, притягивает к себе осенизаторов. Чтобы дождаться очередную машину, нам не пришлось долго ждать. При виде камеры осенизатор быстро разворачивается, хотя и шланга еще текут нечистоты. Давайте тогда продолжим. Что продолжим? Ну, снимайте. Ну, зачем сейчас вы едете? Продолжим. Ну, так вы уже начали при нас это делать. Ну, если все законно. Факта слива не сняли. Мы сняли. Развернулся. Сняли там. Развернулся. Там текло. Ничего не текло. Подождите, но если вы говорите, что законно, почему вы тогда говорите, что мы могли не снять это? Дмитрий явно юлит. То он не сливает, то сливает, но чисто свои отходы. Хотя днем ранее он уже был замечен здесь. Ну, я говорю, свои сливают. Ничего не стесняемся. Что? Что случилось? Что сливает? Кто сливает? Вы сливает. Ну, где сливаешь? Покажи мне. Совпадение или нет, но у нашего частника и спереди, и сзади не видно номеров. Надо сказать, что это действительно фильтрационные поля. Федеральные земли принадлежат Минсельхозу, но уже давно переданы в пользование Аграрному университету. И только ему. Как нам пояснили в УЗИ, поля не рассчитаны на такой объем нечистот. Поэтому десятки машин, которые ежедневно приезжают сюда, идут на экологическое преступление. Вот сейчас к весне, вы увидите, да, сейчас запах-то невыносимый стоит, а весной и летом это будет просто невыносимо. И люди начинают жалобы к нам писать, в Роспотребнадзор, в администрацию. Летом, если приедете, да, комары, мошка. Значит, ну, вы сами понимаете, переносчиками чего являются вот эти насекомые. Сегодня в городе есть три официальные точки для слива нечистот. Одна из них принадлежит водоканалу, две других – компания «Экопорт». В компании нам пояснили, что объективно нужно еще несколько точек. Но даже при таких мощностях все разговоры о синизаторах о нерентабельности – ложь. Из 40 машин только в этом районе, к нам ездит около 10 машин. Остальные 5 машин приезжают раз в месяц для галочки. То место, где вы снимали, еще пару мест здесь, еще вот, о чем я вам сказал. Перекресток, Павловский тракт, Изминогойский тракт за лесополосой. Они предпочитают ездить туда. А для потребителей цена такая же, как те люди, которые добропорядочные, осенизаторские перевозчики, которые привозят к нам. В среднем осенизатор отдает 150 рублей за небольшую цистерну. Одну треть, грубо говоря. Ну, все равно, убыточно, ну, а куда деваться? Приходится. Потому что черная осенизация – это не только неприятный запах. Это и опасные болезнетворные начала. Вирусы не чистятся никакими системами. И вот попало в окружающую среду, все равно окажется где? В воде. А мы можем эту воду вдруг использовать. Поэтому черные осенизаторы на сегодняшний день – неразрешенная проблема. Разрешимая, но неразрешенная в городе Барнауле. И, к сожалению, вот пока, опять же, администрация города недостаточное внимание уделяет этому вопросу. А пока беспорядочные фекальные озера продолжают множиться. Осенизаторы продолжают слетаться на них, как мухи. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Тем временем в редакцию обратились жители Барнаула, которые в очередной раз возмутились качеством воды свято-никольского источника. За целебной, по их мнению, водой люди отправились еще на крещение. 19 января, правда, умыться, и тем более выпить ее рискнули далеко не все. Отпугнул жуткий запах канализации. Почему воду из источника, которую принято считать целебной, пить все-таки не рекомендуют, узнавала Валентина Аскерова. Запах канализации четко чувствуется. В крещение Наталья Коробейникова, как и многие горожане, отправилась к воде. Ее в этот день принято считать целебной. Многие советовали свято-никольский источник. Правда, из набранных пятилитровых бутылок ни отпить, ни умыться не смогла. Смутил едкий запах сероводорода. Вместе с Натальей в этот день набирали воду и другие жители Барнаула. Мы приехали уже в четвертом часу, их было немного, но здесь окупывались, вот в этой купальне. И набирали с собой воду люди. Приехав домой, мы поняли четко, что это прям запах канализации. Ее не то что пить, ей даже окупываться нельзя этой водой. Но никаких табличек здесь нет, ни о том, что эта вода не предназначена для питья или еще что-то. Настоятель единственного за святым источником храма в Барнауле Виталий Власов нам пояснил, что в данное время воду пить не рекомендуется, так как вода не родниковая, а грунтовая. Поскольку изменение в климате, идет изменение в пластах земли, и вода меняет свое русло. Постоянно каждую зиму она меняет свои вкусовые качества, идут осадки и все остальное. Бывает месяц пройдут эти осадки, а промывается и вода снова чистенькая идет. Поэтому это нужно смотреть, приезжать, смотреть уже по месту. Предупреждающих табличек Виталий Власов не устанавливает. Говорит, надолго они не задерживаются, а между тем паломничество за целебной водой продолжается. Ежедневно к источнику стягивается несколько десятков человек. Кто-то, почувствовав запах, разворачивается, кто-то же набирает воду. А это может быть опасно, отмечают ученые. Ясное дело, что частный сектор, тем более там есть большое учреждение, которое много народу населено, это источник загрязнения органическими веществами. И, конечно, самое печальное, возможно, болезнетворными какими-то началами. Общественные источники нужно стабильно хотя бы раз в месяц проверять. И при сильном загрязнении ограничивать к ним доступ, настаивают ученые. Иначе случаи отравления, которые ранее уже происходили на Свято-Никольском источнике, могут повториться. К сожалению, в настоящее время администрация города к этому источнику и к другим экологическим проблемам города привлекает мало внимания. Он есть, его используют, его надо исследовать, чтобы люди знали, какая там вода, можно ли ее действительно пить. Мы, в свою очередь, обратились в Центр гигиены и эпидемиологии с просьбой провести детальный анализ воды. Однако ответа пока не получили. Хотя исследовать воду, набранную из источника, можно лишь в течение шести часов, пока все вещества, в том числе вредные, не испарились. Планируют ли специалисты выехать на место и проверить воду на безопасность, как это пару лет назад делали представители Русского географического общества, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Главное, чтобы не пришлось анализировать воду по факту возможного отравления. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. К слову, Центр гигиены и эпидемиологии отказался анализировать подозрительную крещенскую воду из свято-никольского источника. Причина отказа, цитирую, превышение максимально допустимого времени хранения воды, а также условий отбора. По словам специалистов Центра, они берут на анализ воду, которую набирают чистыми руками в перчатках, причем в абсолютно стерильные стеклянные или полимерные емкости. А продолжительность завершения отбора проб до начала их анализа не должна превышать шести часов. О таких тонкостях мы, разумеется, не знали, когда отправляли запрос в специализированную организацию. В следующем запросе будем настаивать на том, чтобы специалисты сами приехали на источник и отобрали пробы профессиональным способом. Общественники не оценили соревнования по дрифту, которые недавно прошли на спичке. Первым о мероприятии высказался краевед Данил Дегтярев. Историк считает, что дрифт и объект культурного наследия – вещи несовместимые, так как старинные издания могут пострадать. Что на этот счет думают организаторы соревнований и почему они решили провести заезды именно на спичке? Об этом в сюжете Ирины Корчагиной. Поехал, тем временем у нас Рейсбих и Федотов. Рейсбих едет лидером, едет широко, едет хорошо. Дикий кубок на спичке, который дико удивил общественников. В тот день историк Данил Дегтярев пришел на субботник, а попал на гонки. Краевед считает, что дрифт среди старейших построек в городе – мероприятие неуместное. Кроме того, Данил возмущен, что никто из СМИ не упомянул, что заезды проходят на объекте культурного наследия федерального значения. Оба этих репортажа были построены так, что не упомянули о том, что вот это территория сереброплавильного завода, что это стартовая точка истории города, что это памятники архитектуры федерального значения, то есть что это важнейшее историческое место. Это было названо территорией арт-пространства Спичка, старый спичечный завод. То есть как-то вот так, по сути дела, вот эту историческую тему обошли. Максим Карпенко рассказывает, что сегодня в городе практически невозможно найти площадку для дрифт-соревнований. Спичка пошла навстречу. Организаторов сразу предупредили – здания должны остаться в том виде, в каком они были до дрифтеров. Пилоты готовились два месяца. На трассе вдоль объектов построили снежные барьеры, чтобы машины не могли пробить ограждения. Данил говорит, что зрители заметили осколки, которые могли отлететь из-за столкновения со зданием. «Осколки там были, и был специальный человек у нас на мероприятии, который ходил, эти осколки по треку собирал. Вид спорта достаточно контактный. Автомобили могут еще до момента, когда их увидели зрители, контактировать друг к другу кузовами. Там, где Данил говорит, видел осколки, они действительно были, потому что там перепад высот идет. Машина сначала ускоряется, потом замедляется. Это все нужно пилоту отработать, и не у всех это получается с первого раза. Поэтому было очень много контактов, они есть в этом спорте». На мероприятии велась прямая трансляция, которая есть и в нашем распоряжении. На кадрах видно, что от автомобиля действительно отлетают детали, но при столкновении машин. «Витя, кстати говоря, отстегнул бампер, а еще у него вот-вот отстегнется левый задний фонарь. Жуткие вещи, да, вышел бампер из чата. Ох, 35-й засугробился, это как эпично». В Алтае охранкультуре нам пояснили, что их ведомство не наделено такими полномочиями, чтобы согласовывать мероприятие на территории памятников истории. Также специалисты пояснили, что после Дикого кубка они проверили территорию. Сообщаем, что специалистами управления проведен осмотр объекта культурного наследия. По результатам не обнаружено механических повреждений и разрушений памятников в ходе проведенного собственником мероприятия по дрифту на автомобилях. На самой спичке говорят, что согласились на кубок по дрифту, чтобы развивать территорию. «Потребовалось несколько недель переговоров, но тем не менее, вроде как получилось, смогли. Вроде они не против и дальше бы продолжать. При одном условии, чтобы было тихо, спокойно, ничто не нарушалось. Самое главное, чтобы не нарушалась целостность исторических конструкций». Так что, возможно, это не последний дикий кубок на территории. Но на спичке, в свою очередь, говорят, что помимо дрифта они занимаются и культурными мероприятиями. Так, на спичке планируют проводить театральные постановки, концерты, выставки и даже вечера знакомств для пожилых людей. И, конечно, здесь ждут всех на традиционной субботнике. «Мне бы хотелось бы через ваш телеканал обратиться вообще, в принципе, к людям. Ребят, ну давайте как-то поактивнее, активизируйте свои силы внутренние и еще какие-либо. И приходите на эти субботники, помогите, поддержите историческую ценность Барнаула». Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Бьют тревогу. Родители алтайских детей с нарушением слуха обеспокоены, что ввозимые сейчас по параллельному импорту кахлеарные импланты, устройства, помогающие восстановить важный орган чувств, перестанут поставлять в Россию. Ведь аналогов им в стране просто нет. Сейчас в крае около 250 детей с такими имплантами. Неизвестно, скольким они еще понадобятся. Мамы глухих ребятишек обратились в нашу редакцию. Мария Мацаева разбиралась в проблеме. Пятилетний Витя передает привет нашим телезрителям. Пока невнятно, но зато очень эмоционально и звонко. Каждый звук для мальчика, как яркая нота. Впервые услышать этот мир он смог лишь в свои два с половиной года. У Вити тугоухость четвертой степени. И только после установки специального импланта, который возвращает слух, первый приятный голос мамы, стук игрушек, шум улицы и слова общения. Сейчас восстанавливать речевые навыки Вите помогает логопед. Это баба. Мама. Это деда. Деда. Это тетя. Су-су. Дядя. Зя-са. Но чтобы погрузиться в мир звуков и слов, Вите и его маме пришлось проделать большой путь. В пределах нашего края операцию по установке импланта не делают. Это сложная процедура. В улитку внутреннего уха устанавливается специальный прибор, который стимулирует слуховой нерв. Сейчас я об этом говорю с улыбкой. Мы прошли путь, когда это и две сложные операции, это и получение квод этих двух операций. Многочисленное количество медицинского персонала из Москвы и Петербурга. Это естественные специалисты, которые с ним занимаются здесь, в Барнауле, в Москве и в Петербурге. Мы фактически живем на три города. Саму операцию покрывает Госквота. Однако импланты и их комплектующие стоят баснословных денег. Купить по цене поддержанной иномарки новый блок, который крепится на голове слабослышащего ребенка, может позволить себе не каждая семья. Теперь беспокойство родителей связано не только с деньгами. Производятся системы кохлеарной имплантации в Австралии, США и Европе. Мамы с пристальным вниманием следят за каждым новым пакетом санкций. Со страхом ожидая включения в них высокотехнологичных медицинских приборов. Случись подобное, тысячи детей в нашей стране лишатся возможности слышать. Имплант не работает без наружной части. Если вышел из строя аккумулятор, естественно, процессор у нас работать не будет. Если вышла катушка из строя, у нас ничего не работает. Сервис находится у нас в Москве. Даже если вышла у нее катушка из строя, у нас нету на замену дома. Все, она идет в школу, она ничего не слышит. Поставщики товаров заявляют о логистических проблемах с поставками в Российскую Федерацию систем кохлеарной имплантации, связанных с прекращением авиаперевозок, а также проблемы с проведением платежей за ранее поставленную продукцию. Пока поставки идут через параллельный импорт. Но оттого товар становится дороже еще в несколько раз. К слову, попытки создать собственное производство таких устройств на территории нашей страны уже есть. Но пока на этапе лабораторных разработок. И первые тестирования будут проводиться не ранее 2024 года. Чаще всего таким детям ставят только в школе диагнозы, когда начинаются проблемы с письмом. Диктанты, письмо, и там уже идут проблемы. И тогда мамочки начинают бегать. А бегать приходится много. В нашем крае получить коррекционную помощь не так просто. Хорошие специалисты, сурдологи, сурдопедагоги в регионе есть. Но их остро не хватает. А ведь количество детей с нарушениями слуха за последние 10 лет увеличилось в разы. Ребенка подключили, на него обрушивается шумовой поток. Из множества звуков. Где-то там шаги, где-то машина, где-то хлопнула дверь. И мы на первых порах разбираем этот шумовой поток на части. Сурдопедагог нужен здесь, потому что здесь слуховое восприятие развивается сначала. А потом логопед может спокойно работать с такими детьми. Мы подбираем игры на слуховой анализатор и подключаем уже звукопроизношение. Дети в основном устанавливают импланты не с самого рождения, а чуть позже. Поэтому наша задача наверстать. Наверстать упущенное и помочь ребенку. К сожалению, говорят родители, в крае нет грамотных программ реабилитации. Приходится ехать в Москву, Питер, искать спонсоров для оплаты. К примеру, одна неделя занятий в столице стоит от 80 тысяч рублей. Обратились мы к министру социальной защиты населения по поводу адресной помощи для детей после коклярной имплантации. Потому как в других регионах такие программы есть. Нам не дали отрицательного ответа, но будем надеяться, какая-то поддержка от министерства для наших детей будет. Но если с такими детьми вовремя и качественно заниматься, они добиваются значительных успехов в любых сферах. Играют на музыкальных инструментах, поют, хорошо учатся. Учусь я в обычной школе, в обычной программе. Мне удается это нормально, несложно. Учусь, общаюсь с нормальными ребятами, одинаковый круг общения. Занимался футболом, занимался теннисом, занимался бассейном, занимался каратером, ходил. Сейчас инициативная группа родителей хочет, чтобы их проблемы услышали. Они надеются на активное сотрудничество с властями. Но и сами готовы помогать тем, кто впервые столкнулся с диагнозом глухоты у своего ребенка. Телефон для связи вы видите на экране. Каждая из этих мам смогла подарить своему малышу мир, наполненный звуками, яркими эмоциями и общением. И хочет поделиться этим опытом с другими родителями. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский врач Андрей Коломеец уверен, что учить оказанию первой медицинской помощи нужно со школы. А все хирурги должны получить навыки военно-полевой медицины. Месяц травматолог провел в больнице города Стаханов в Луганской народной республике. Помогал оперировать раненых и даже учил приезжающих добровольцами гражданских врачей навыкам военно-полевой медицины. О том, зачем медик отправился в ЛНР и какие выводы сделал, он рассказал нам в интервью. Я знал, что не хватает много медиков. А поскольку сам травматолог и название кафедры, которую возглавляю, кафедра травматологии, ортопедии до 2016 года, кафедра военно-полевой хирургии, то есть это моя специальность. Ну, мысль и возникла, ну а кому, как не мне, там побывать, посмотреть, может, во-первых, помочь, а во-вторых, вполне возможно, что что-то надо будет изменить в подготовке. Вот, что, собственно говоря, вот это методические-то познания я оттуда привез. То есть наше дежурство в праздничные дни по травматологии очень здорово напоминает, значит, дежурство там, вот работу там. Графика определенного не было, что вот я, допустим, вышел, как здесь на ставку, отработал, допустим, 8 или 6 часов и ушел. Дальше меня ничего не касается, не моя смена. Дело в том, что врачей там действительно не хватало. Вот представьте, допустим, отделение 80 кое, где по штату должно быть 8 врачей, плюс травпункт, где еще 4, а у них, значит, ну, всего 4 врача. И в круглосуточном режиме им надо все это дело закрыть. То есть одновременно всего один доктор дежурный и на стационар, и на травпункт. Ну, это невозможно с этим потоком справиться. Так что и график привоза раненых-то, он рваный. Утром нету практически, в обед сколько-то привезут, к вечеру, потом часов в 10 вечера, ну, и где-то очередной привоз. Ну, как-то так получалось, часу до двух ночи. Не понять сколько, не понять тяжесть, какая помощь потребуется, сколько по времени. Поэтому, ну, вот и было, пока часы свободные, можно было отдохнуть, поступают раненые, ну, включайся, работай. На театре военных действий одномоментно военных госпиталей много не открываешь. Где взять эти военные госпитали? Негде, кроме как перепрофилировать местные гражданские многопрофильные больницы под вот это. Вот эта больница, город Стаханов, она на 400 с чем-то коек там. Там и терапия, урология, хирургия, лор, инфекция, ну, еще что-то. Там три корпуса. А травматология, вот было раньше там 80 койк и травмпункт, первый этаж хирургического корпуса. Приемник, где сортировку проводили. Ну, в общем, больница принимает в основном раненых и по экстренной помощи одновременно же мирное население. Мирного населения не так много, вот, по травме. Ну, тоже привозили ребята там, то с великого падет, то с качелей. Ну, молодежь, она же активная, боевых действий не надо, они сами себе найдут приключения. С какими травмами вы работали и были ли готовы местные гражданские врачи к тому, чтобы оказывать вот такую помощь? Может быть, вы как-то помогали в этом вопросе? Гражданские врачи 8 лет в этом работают. Там клеймо некуда ставить, это специалисты, он быстро, четко, спокойно, они все эти виды сортировок, виды помощи оказывают моментально. То есть владеют военно-полевой хирургией этим разделом, в совершенстве практически. Вот, а вот приезжающие волонтеры-добровольцы, вот те нет, потому как многие были достаточно мирных хирургических специальностей, ну, например, вертебролог, плановые операции. Люди не бывали даже в травмпункте, не работали. Раненые были, профиль какой? Артиллерийские дуэли, минометные снаряды, беспилотники, ракеты, ну, осколки. Пулевых было мало. Вот, осколки примерно как с гладкого оружия, значит, там каналы прямые, много слепых ранений, под кожей остаются. В общем, целое особь выковыривать приходилось, и человек, если это крупные осколки, помногу. Мелкие там, они, дело в том, что при взрыве металл нагревается, и когда попадает человек, и там эффект прижигания идет, они потом не нагнаиваются. Вот, то есть мелкие можно оставлять особо. Ну, вот, докторам мирных хирургических специальностей, ну, определенные проблемы первую неделю, конечно же, были. Вот, а если касается вопроса остеосинтеза огнестрельных переломов, огнестрельный перелом открытый всегда, многооскольчатый, значит, инфицированный. Только можно либо аппаратом Элизарова, либо стержневым аппаратом. Вот, ну, стержни вкручиваются толстенькие, значит, и внешняя там балочная конструкция выносится. Вот, но аппарат Элизарова им надо владеть. Это его не просто освоить. Я на этой технологии, как бы, моя первая травматологическая выросла, она мне привычная. Я могу все, что угодно сделать, но, а если ты этим не занимался, овладеть по ходу невозможно. А вот стержневым аппаратом, да, свободно, можно. Для того, чтобы стать военно-полевым хирургом, надо уметь делать четыре вещи. Первое, медицинская сортировка, когда поступает большое количество раненых, четко разобраться, кому по жизненным показаниям, кому по отложенным, а кто вообще подождет, то есть, этапность оказания. Кого можно направить на следующий этап, чисто перевязав, то есть, чтобы в максимально короткое время ограниченными ресурсами владеть хирургической обработкой. Вот пулевые и осколочные ранения, там есть различия, но не очень, как бы, супербольшая специфика, но ее надо знать. Вот то же самое, что нагноится, не нагноится, что вот это, где, как, какой раневой канал, как, что проходит. Третье, я считаю, что обязательно надо владеть стержневыми аппаратами. А как человека, допустим, переломы бедер, а вот, а дальше транспортировать. Дороги-то великолепны, а там дороги, их после распада СССР никто никогда не ремонтировал. Плюс тяжелая военная техника, плюс артобстрелы, побитые хорошо. Вот, повези его без должной фиксации. Осколки внутри, все поперережу, там кровопотеря будет дополнительно большая, можно и не довести. То есть, надо делать какой-то остеуситис. Так вот, элизаровский сложный, а стержневой, стержневой может делать любой хирург. Там всего лишь надо 4 стержня для фиксации вкрутить, поставить балку на специальных зажимах. Все, перелом шинировал, можно транспортировать куда угодно. Если еще при этом выставил отломки правильно, вообще хорошо. Вот, все это делается без ассистента. Только операционная сестра, вы анестезиолог, ну, как это говорят, в одного, ну, бедро, допустим, ну, любой остеуситис, 25-30 минут максимум, с хирургической обработкой. Все аппаратализировано в бедре, требует помощника. Ну, часок провозишься, не меньше. Ну, и то тоже надо знать, уметь там дополнительно эти моменты. Поэтому, вот, третье, что я предложил, чтобы все хирурги в виде мобилизационного резерва владели, любой специальности, владели стержневым остеоситезом. Ну, и это же одновременно поможет и в гражданское время. Не дай бог, где-то автобус перевернулся или массовая травма какая-то произошла, что-то куда-то упало, крыша там или это. Ну, чтобы любой хирург в любом уголке Алтайского края, лучше вообще всей России, мог, имея вот этот комплект, элементарно сделать самую простую операцию, зафиксировать отломки и вези его дальше куда угодно, перевози. Самое главное, ведь, знаете, помощь должна быть оказана в первые 10-15 минут, иначе человек выкровится, задохнется. То есть навыки, а даже в мирное время скорая помощь, когда приезжает? Ну, в первые 10-15 минут. Иногда бывает. Вот. С момента вызова, а не с момента травмы. Вот. То есть в первые вот эти золотые 15 минут, когда человек может умереть, нет, а в условиях боевых действий, все, что в светлое время суток по театру военных действий передвигается, люди, машины, скорая помощь, все подлежит уничтожению. Из окопа раненого человека до наступления ночи, если отдельного хода какого-то траншейного нет, вывезти невозможно. Поэтому медика там зачастую нет, в подавляющем большинстве случаев. Что делать? Самовзаимопомощь, то есть люди должны уметь наложить жгут, очистить дыхательные пути, там, непрямой массаж какой-то сделать, чтобы спасти себя или товарища своего. Ну, вот эти вещи, они будут и в мирное время полезны. Почему это не преподавать школьникам, студентам всех университетов, ну и вообще организовываемым группам трудящихся, заводы, торговые организации, все прочее, чтобы люди просто элементарно владели навыками спасения себя и окружающих. Требуются это в основном там вот именно травматологи, потому что средства защиты у солдат не прикрывают только конечности в основном. И ранения принципиально идут, ну, 90-95% это ноги и руки. Мне сейчас надо методическую часть вот эту дозавершить, а там, вот, скорее всего, если будет активизация боевых действий, то, о котором постоянно все говорят, ну, там рабочие руки потребуются, ну, буду проситься. В завершении выпуска интересная информация. Беспрецедентный случай. Сотрудник алтайской колонии отказался от взятки. 60-летний осужденный за мошенничество пытался подкупить начальника отряда за положительную характеристику в свой адрес, чтобы поскорее выйти на свободу. 600 долларов предлагал. Так, а вы почему отказались? Ну, я не заинтересованный в получении взятки, так как, ну, честь мудира все-таки дороже, чем вот эти деньги. Данный осужденный был задержан, составлены все материалы, собраны все материалы, направлены сейчас в настоящее время в суд для проверки. В отношении осужденного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 8 лет колонии и крупный штраф. А что касается самого Михаила, который отказался от вознаграждения, то в уголовной исполнительной системе он служит уже более 15 лет и характеризуется как трудолюбивый и добросовестный сотрудник. А у меня на сегодня все. Об актуальных и интересных событиях сообщайте нам в редакцию по телефону 205 545. Мира и добра всем. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Продолжение следует...